Доброй ночи, друзья мои. В Ротславский вокзал. Завтра мы будем с него ночью уезжать уже. Просто прогуливались, снимали шопинг во Вратславии. Тут, смотрите, какой фонтан. Просто... Дубай отдыхает. Даша говорит, Дубай отдыхает. Нет, сейчас оно будет интереснее. Нет, оно будет интереснее или нет? Я не понимаю. Давайте, давайте, давайте. Мы же ждем. Ну вот, только-только захотели вам показать и оно уже куда-то исчезло. Не, ну печаль какая-то. О, давайте. Шоу фонтанов. О, три пошло. Сейчас, наверное, пойдет больше. Не знаю, просто будет ли оно завтра ночью работать, поэтому лучше вам сейчас снять видео. Вот такое. Сейчас отвернусь, пока у тебя башни красивые часами. Ну, вообще, дислэймен какой-то. И вот оно сразу включилось. Ну как? Прикольно. Хоть у меня что-то не шоу фонтанов, а маленькое шоу. Но красота. Ммм, цвета какие. Желтые, зеленые, розовые, фиолетовые, синие. У-ху! Класс! Кирилл-хипедист проехал, а ребенок пробежал. Это прикол какой-то. О, вот такие вот дела. Красиво. Что, завтра в два ночи встретимся здесь? Мы тоже почти собрались. Ходила я, взяла ланчбокс. Что у нас сейчас в ланчбоксе? Интересно. Сейчас, наверное, на стол выложу, потому что так темно. О, смотрите, яблочко. Такой йогурт, сок яблочный, водичка прохладенькая, кстати. Батончики. Я, главное, такой бутерброд. Слушайте, ну молодцы, опять. А вот ложечка всякие-таки. Просто сходила, заранее захотела йогурт. Йогурт сейчас поем. Ого, похода, я там все сидим. Класс. Яблоко, какое красивое. Ну, сейчас к чему-то там спрячем, а так там не ходим. И вот, добрые ночи. Два часа ночи сейчас. Переход на вокзал, на автовокзал от нашего отеля. А, в принципе, вокзал вот вверху. Выходить на перроны. Вот. Информационный пункт для беженцев из Украины. Вот и наши вещи. Оп. Тащим, тащим. Тяжело. До вокзала еще чуть-чуть. Жарко. И тут в два ночи такая музыка, смотрите. Видно ночной клуб. Как тут люди живут, как Наташа сказала. Вот, кстати, уже автовокзал. Вот он. И шел дождь. Но хорошо, что он прекратился, чтобы мы хоть нормально дошли. Мне жалко. Да, там, где жалко. Вот уже вошли в здание вокзала. Сейчас с вами проедемся. Покажу, где наш выход. Наташа сидит. Автобус наш идет до Закопане. Платформа седьмая. Конечно, с чемоданами вы лучше на лифте. Здесь тяжело. Я сейчас с вами проедусь. Я там уже была только что. Еще раз с вами пройдусь. Сейчас уже 2.20. Но через 2.00 год он будет отходить. Значит, эта посадка через 5 минут будет. Вот по экскалаторам. Удобный, кстати, автовокзал. Мне нравится он внутри. И нет такого, что непогода или что-то еще. Вот расписание всех автобусов. Вот лифт, кстати, выход лифт. А вот и вокзал уже, видите, да? Удобные платформочки. Немного места для сидения. Что-то людей зовут уже. Или кто-то выходит. Странно. Не знаю. У нас платформа 7. Сейчас посмотрим. Вот. Ага, уже 2 фликсбаса стоит. Один точно должен быть наш. Куда-то люди уже подходят, садятся. Ой, давайте увеличу вам, что ж не видно. Вот. Платформа 7. Ну, можно пойти узнать. Вот такой шикарный. Ну, когда мы здесь, конечно, доехали. Ой, было сколько автобусов и людей. Так, ну что, надо идти Наташу забирать. И будем поколаться. Ну, вот я уже в автобусе. Вот наши места. А, как разница вес, если я сама кладу чемодан? Не знаю. Скажи мне, не будем сказать. Сначала забронировали эти места, потом я система поменяла. И как раз возле туалета. Да, я покажу туалет. Если получится. Люди спят. Это откуда-то приехал. Да, такой вот и туалет. Сейчас, ну... О, вот он, да? Все работает. Вот такой туалет. Удобный, кстати, честно. Честно, удобный. Все, наш автобус. Сейчас покажу просто. Ой, зелененький фликсбасс. Ну, оценим, расскажем. Мне план нам понравился. Так вот в чем треснул. Наташка ударилась чуть-чуть. Чуть-чуть. Ничего себе чуть-чуть. Привет, друзья. Ну что, вон, в аэропорту Кракова. Краков-Балисе. Кстати, еще есть вылет из Катариса. И главное не перепутать. Вот наш автобус. Кстати, классно. И Неплан, и фликсбасс. И четко по расписанию. Мне понравилось. В туалет и есть. Ну, расскажи, как ты первый раз в туалет. Пошла. Олечка такая говорит, так, на остановке сиди. Не надо, подожди. Значит, вот поедем, тронемся, пойдешь в туалет. Ну, я же знающего человека послушала, да, который ни разу там не это, не ходил в туалет. Ну, я там была. Я так, извините, какаха в Аполлонке. Я так же там болтала. Если в туалет видели, он маленький. А он тормозит. Короче, слушайте знающих людей. Помните, мы ехали, выбрался в эту кафешечку, смотрели. Люди кушают. Так, все, Наташа мерзнет, уже будем идти. В автобусе, кстати, было, сейчас было тепло. В автобусе было тепло. Когда мы ехали из аэропорта. Слушая мысль о Вавросово, было холодно. Да, они даже, это, Wi-Fi класс вообще. Всю дорогу будет замечательный. И, да, они даже нагнали контеров. Ну, ухо, мне холодно. Ну, все, у нас вылет в 11.35, сейчас 6.10. Через 5 часов вылет, через 2 регистрации. И начинается самая веселая час, скажем, поездки. Мы летим визером. Визер с нами весело. Да, я думаю, что отсюда. Посмотрим, что будет. Ну, да, хватит им нам уже компенсации платить. Я уже кушать хочу. Ну, кстати, можно в такой кафешечке присесть. Натал Касфит. Ну, скоро, наверное, откроется. Возьмем кофеек так. А там просто вот. Туда уже все выходы и регистрации. Кстати, отсюда мы заходили. Вон, кафешечка класс. Там же туалет. Ну, и пусть-то хорошо можно посидеть. А сейчас я вам расскажу, как мы просто испугались вообще. Даже я вам сказала, что есть вылет отсюда и есть из Катовицы. И тут, представляете, мы смотрим. У нас рейс Визер на 11.35. А где здесь 11.35? Здесь 11.20. 11.40. Визер уже Лондон. Боже, я бегу в стойку информации. Мне говорят, девочка, это ж прибытие, успокойся. Arrivals, прибытие. А здесь у нас уже депаршнус, отлеты. И она пока еще не показывает. Вот. В 11.15 последний РНР. Вот это мы, конечно, испугались. Вот. Есть наш рейс. Появился родной. Отлично. Вот. Уже переместились вот сюда. Открылась кафешка. Сейчас возьмем кофейка. Будем пить, смотреть на людей. Дубак дикий. Смотрите, я одела шапочку. Одела курточку. В Олимпийке и в кофте снова. Наташа берет кофе. Сейчас будем пить кофе. Что? Прикольная лата? Нет. Вот. Взяли мне простую черно-кава. Тут нет американой. Есть эспрессо, черно-кава. И Наташа латы. Ну, сейчас давай бутерброд доставай, который нам в отеле дает. Сейчас сервет пошла. Да, сейчас салфеточки тоже. Все здесь, все в бананке. Давай доставай, будем кушать. Если бы тебе вот открыло, уже здоровый какой. Смотрите. Алло, Наташа. Давай. Обзорочку, что мы нам отель дал. Ну, слушайте, класс. О, и сын, и есть и мясо. А селедку поклали? Ага. Ну, на сучку. О, и сынок, помидор, огурец и салат. Ну, прикольно. Ого. Достаточно будет вкусно. И просто здорово. Так и завтра вкусный. И вкусные... И вообще все сладости вкусные. Ну, что, нормальный? Угу. Приступаем. Он вот так пропиталось шикарно. Он был очень холодный, когда мне давали. О, сейчас немножко согрелся. Все, приятного всем аппетита. Ну, что, друзья, помните, мы на основочке уже стояли. Безерс в своем стиле. Надо же, не подвел, красавчик. И так, вместо 11.35 написано, что сейчас вылет в 12.55. То есть уже на полтора часа, типа. Ну, посмотрим. Будет интересно. Почему, я думаю, что минимум на три часа? И почему-то... Зараза. Да, и почему-то, кажется, может, мы сегодня еще и Краков послали. Отель новенький. В аэропорту такой дубак. Но я уже снимала, что я в кофте, в олимпийке, в курточке. Наташа взяла кофту. Ну, а что же в курточке? Вот, куховая курточка. Некоторые люди сидят с коротким рукавом. Что это такое вообще? Дубак в аэропорту, жесть. Ну что, зарегистрировались. Наташа где-то потерялась в магазине, в каком-то. Что ты купила уже? Я ее 20 минут ждала. И вот бутылочка пустая. Надеюсь, наберем водичку бесплатную. Ну, что такое? Что нам вот уже? Ну, что ты уже купила, расскажи? Работнички снова. Это болезнь. А, ну, Наташа классно вяжет, вы же знаете. Да, это сколько стоит? 9,90. 9,90. А ну, сейчас, чекай. 9,99. Ага, а это 9,90. Ну, короче, все по 10, 2,5 доллара. Это я такую красоту не умею. Ну, прикольно. Все, отличное. Там тоже есть вязание, это крючком, но тут фриваль. Сейчас уже, я такая думаю, тебя нет уже полчаса. Да, я сама такая позже думаю. Это очень долго. Все, мы даже еще на верх не прошли, еще даже светяшку не купили. Вот. Говорит мальчик на этом. А когда, ну, куда мы будем гать? Ну, возможно, капитан ускорится, и вы будете там в 9 или 8.30. Капитан ускорится вот в самолете. Я уже это вижу. А теперь побежали, побежали, побежали. Да, ножки вытаскиваю, пассажиры бегут, бегут, бегут. Вот уже прошли все, почти все кордоны, паспортные прошли. Наташа смотрит с дьютики кое-что. Дьютик тут такой большой, в принципе. И меня заинтересовали вот такие вот прикольные духи. Смотрите, с макарони. Вообще класс. Наташа, что это такое? Вообще, ну, они прям лежат. А, это еще не это. А, еще не раскавлены. Ну, такие красивые вообще, я не знаю. Наташа, что ты смотришь? А я вот это, у меня такой пробник болтуши. Я хочу подивиться, насколько она... Наташа говорит, какой-то парфюм здесь дофига стоит, да? Да, Эрнеэс, Элдемерверис, 100 миллилитров. Короче, они 5 тысяч гривен за него хотят. 549 злотых. 549 злотых, которые я переведу. Это очень здорово. Ну, вообще, дьютик здесь такой подвижный сильно. И что плохо, паспортный контроль после него, а не до него. Обычно проходишь паспортный, идешься в дьютик. А сейчас нужно будет посидеть в дьютик и бежать на паспортный, потому что посадочным стоит еще старое время. Ты меня снимаешь? Да. А то я сатакаю. Главное, сейчас сама скажу. Просто стоит старое время, мы не знаем, может, специально ворота захопнут, чтобы мы не улетели. Отомстят, так сказать, нам за две компенсации. А что еще сказать? Водичку мы набрали, две кусты их бутылки пронесли, а полную бутылку меня вернули, заставили выкинуть. То есть тут так, ну, строгий контроль. Даша говорит, не-не, не проверяй, не играйся с ними. Ну, подождите, я хочу быть уверена в моей безопасности. И ребята, да, они начали у меня бутылку, выкинули ее. Буарану оставили. Помните, я так хекала на ратуше, на башне. И оставили сок, который нам отель дал, я обычно. Так что это оставили? Ну, 100 миллилитров было меньше, молодцы. Сколько это стоит? Это стоит 227 злотых. 227 злотых. Тут две штуки и по 8,5 грамм. Это больше 50 долларов. Да, это 56 долларов. Нет, не знаю. Что-то интернет у меня не ловит. Стюардесса стоит. 8,5 грамм. А это сколько стоит? Тоже 200. Ну, дорого, по мне, по-моему, тоже очень дорогая здесь. Нет, ну, она не дешевая. Кластика, кстати, у нас такое. Кластика, классика. Ну, я не знаю, кстати, в этом вот сколько. Прикольная вот, 89 стоит, но запах классный, зеленый чай. Элизабет Орден, запах классный. Да, Элизабет Орден, зеленый чай. А еще мне нравится белый чай. Оно как шампунька, но реально прикольный. Да, да, да. Вот мы сейчас понюхали, вот пахнет реально свежестью, зеленым чаем. Ой, мы уже столько лет, что я не знаю. Не горький, а не знаю. А где белый еще есть? А нет, у белого здесь. А вот она есть ли, что это такое? 2289. Ой. Это какой-то Качарел, почти как Шанель. Качарел. Ну, покажи, Качарел. Так себе, да, ты сказала? Нет, подожди. Боже, я забыла, как это называется эта фирма. Кашарель. Кашарель, да. Качарел. Качарел. Да. А это что-то такое, типа... 69 вообще, как бы прям. Прям даром, прям даром. Ну, таке что-то. Сзади стоплика, помнишь? Да. Постоянно пробовала наливочку. Я хочу это все-таки поискать. Таша ищет Эстелла Убер, но ее здесь нет. Да, но что-то нет. Я посмотрела, ее здесь нет. Это что, ешь ее? Наташа удивлена. Вот кожурик. Вернее, вот кожурик. А с этого шансто? Цена 35 и 49. Классная бутылочка, такого горошка маленькая. Вот кожурик. Вот суп-журик вкусный. Кстати, вот, раз мы его не попробовали вообще. Или-ели. Ну, вот-вот, кожурик еще, ничего, такой сувенир из Польши. Вот мы уже прошли паспортный контроль. Сидим в кафешке. Смотрите, в какой мы мне сидели в прошлый раз. В таких стульчиках сидим. Она стала шире, да, она стала шире. Кафешка, ну, прикольная. Но это просто пока большая очередь, поэтому что-то пойти взять какой-то чаек, кофеек не получается. Вот эта вся зона. Вот еще один маленький дьюти-фри. Ну, там мало что есть. И вот уже там выход наш. Там 14, 15, 16. Ну, на наш выход пока на Дубай летит. А мы, надеюсь, после него полетим. Ну, вот такой здесь, вот, все. Все, смотрите, вот это вот все. И куча народу просто. И вы ждете для пару часов, чтобы сидеть и ждать. Вот взяли уже, Наташи взяли какао, горячий шоколад. А мне обычный черный кофе. Плюс он где-то стоит в пределах 10 долларов. У нас такая колбаска есть. И чужки покупали. Вот это вот булочки показывали. А хлебчик такой лежал у нас на завтраке. Уже лежит здесь. Да, удобно, разрезанный. Все, покушаем чуть-чуть. Булочка с маком будет наш такой, какой-то десертик. Ну, и все еще. Уже, да, переменили выход, да, Наташа? В 13-й мы посмотри. Ну, посмотрим. Может, они играются, балуются. Везерлива, чутка. Ну что, в сло, полтора часа задержка. И вот мы уже сидим. Везер, ты как будто не везер. Да, тут весело. Тут уже богато мест. Да, весело. Тут очень много людей с чемоданами, с детьми. То есть забит полностью. В лоу-пост, что вы хотите. Ну, в общем, может, покажем немножко дьютика. Может, покажем, как мы готовим здесь супчик. С кипятка, посмотрим. С кипятка. С кипятка. С кипятка, с кипятка. Из ложки и кипятка. Так что, да, ну вот такой нежданчик, что всего полтора часа задержка. Прям на этом рейсе. Краков-Абудат. Везер исправляет. Везер не хочет. Нет, мне кажется, что реально с того направления, с пустыни сюда проблемы, а тут небольшие проблемы. Тут есть, если можно отвлечься. Да. Да. У капитана была открыта дверь. Ой, ну. Вообще, впервые вижу, что реально открыта дверь. Было видно прям приборы управления. Даже говорит, проветривает. С фото и капитан. Капитан, ты выглядишь? Задет кептонский, с пикеньком, говорит мне. Ну вот, практически едем на... Да. Смотрите, как валит так дым прям. Ну, это не дым на самом деле. Это пар холодненький, который запускает. Но он так смотрится так. Спать. Всем спать. Всем спать. Как будто, не знаю, поджог какой-то так. Да, мантика. Все такие критушки. Ну, очень странно смотрится. А дядь прохладный пар. Сейчас будем разгоняться. Все, поехали. А повалил как сразу. Мама, дорогая. Это вообще просто. Не, ну, я такое видела, понятно. Но не так много. Да, не так много, действительно. Вообще. Прям стремненько. Поставьте Наталеньке лайк, как она дует подушечку. Смотрите, хочу. Надюла уже. Покажи лайфхак. Знали ли вы, как одевать подушку? Ну, на плечо, в основном, я ее одевается и с пешбоком. Не, ну как же, вот так вот одеваешь. А, вот так? Ну, так вот же одеваешь. И ложишься, спишь ботом. Вот так вот, на самом деле. Не прокатила, да? А ну, и сейчас. Вот так вот, типа, одеваешь и ложишься. Да, вот так вот. На самом деле. Вы об этом знали, кстати? Да, кстати. Да? Вот так вот. Новый лайфхак. Вода подсунка. Итак, лайфхак. Идем и набираем у стюардессы бесплатно горячей воды. Бесплатно. И делаем вкусный супчик. Супчик реально вкусный. В прошлый раз я даже вам снимала видео, но оно пропало, если вы помните, когда я снимала поезд на Киев-чемосе. Вот такой вкусный кнор. Сейчас я вам покажу. Вот. Чикен лудук. Суп, он реально классный. Не помню, сколько он стоит, но покупали у нас в Иляйне. И получается вкуснейший такой супчик с вермишелькой. Можно себе бесплатно покушать. А так это будет стоить 3 доллара где-то. Вот так что мы снять. Кушаем супчик. Ну себе придумал. Как по заказу на Киев-чемосе уже к классным панорамам. Страшно и загадочно снова. Снова пускай этот пар такой. И, кстати, все-таки, все-таки мы сели в 8.30, не в 7.15, а в 8.30. Мы уже в Абу-Дабе. Да, меня не видно, потому что здесь нет. Ну, чтобы дети не дергались, не бегали, не пугались. Стюардесс. Здесь выключили. Наташу видно? О, Наташу чуть-чуть видно. Да. О, Наташу. О, Наташу.